Вы смотрите РТВ, это программа «Что это было?». Меня зовут Михаил Шептуна. Я приветствую всех, кто смотрит нас в телеэфире и в Ютьюбе. Сегодня в свете прошедшего на этой неделе в Пекине форума «Один пояс, один путь» говорим об отношениях России и Китая, о глобальном юге, о месте в нем России. В нашей студии наш сегодняшний гость Сергей Цыплаков, китаист, профессор высшей школы экономики. Сергей Сергеевич, здравствуйте, спасибо. Добрый день. Спасибо, что сегодня с нами. Добрый день. Главное в новостной повестке из прошедшего в Китае, это, конечно, встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина, их переговоры. Можно ли сказать, что Путин был главным гостем на этом форуме? Да. Так сказать, можно. И, в общем-то, китайская сторона это не скрывала. Ну, достаточно посмотреть даже те официальные фотографии, которые были во время форума, то место, где стоял президент России. То есть китайцы, китайская сторона в данном случае, она четко показала, что воспринимала приезд Путина для участия в третьем форуме «Шелкового пути», его воспринимала как главного гостя. Если сравнить такой прием и место Путина, и вообще российской делегации с результатами, да, вот все-таки по «Силе Сибири-2», например, договориться не удалось. Ну, вы знаете, я бы так сказал, о результатах переговоров можно будет судить позднее. Есть два момента, на которые тут надо обратить внимание. Сам по себе форум «Шелкового пути», ну, он во многом такое имиджевое мероприятие. Оно и задумывалось, это же, ну, как бы специфический жанр, и задумывалось как имиджевое мероприятие, которое призвано было прежде всего показать и внутренней китайской аудитории, и внешней аудитории растущее влияние Китая в мире, усиление его позиции. Второй момент, это то, он связан с тем, что надо было показать роль Си Цзиньпина, но это прежде всего связано с внутрикитайской повесткой. Что касается содержания переговоров, здесь, честно надо сказать, нам не так много известно о тех переговорах, которые велись. Если мы посмотрим официальную публикацию китайского МИДа по итогам переговоров между президентом России и председателем КНР, мы увидим там, в общем-то, многие вещи, да, там было сказано о том, что стороны высоко оценивают достигнутый уровень взаимодействия. Было сказано, что они собираются продвигать отношения дальше. Но в то же время, допустим, вот слово «Украина» или «Украинский кризис», как в Китае говорят, они не были упомянуты. В то же время мы, когда слушали пресс-конференцию Путина в Пекине по итогам визита, он говорил о том, что помимо официальной части переговоров, была неофициальная часть переговоров, в том числе переговоры, ну, как выразился президент России, один на один с Си Цзиньпином. Об этом в китайском официальной публикации вообще ничего не говорится. Поэтому о реальных договоренностях, ну, известно, что переговоры длились более трех часов. Понятно, что об итогах этих переговоров мы узнаем, но узнаем несколько позже по реальным делам. Что касается силы Сибири-2, ну, здесь надо отметить, что Си Цзиньпин, это как бы подтверждено официально, он заявил о том, что китайская сторона надеется на то, что вот этот проект будет, как максимально возможные сроки, будет запущен в практическую реализацию. То есть это показывает, что переговоры по этому, так сказать, проекту, масштабному проекту переброски российского газа, поставках российского газа в Китай, они продолжаются, но пока стороны не достигли договоренности по всем вопросам. Но это не значит, что этого соглашения не будет. Есть мнение, вот хочется узнать, согласитесь вы или нет, что Китаю в свете событий последних полутора лет, почти двух, постоянно, чуть ли не раз в полгода, а то и чаще нужно вот так вот лично встречаться на разных уровнях и подтверждать какие-то договоренности с Россией. Потому что вот вроде как была встреча Путина и Си в Москве весной, потом мятеж Вагнера, заново нужно все проговаривать. Ну, тут я думаю, что это в равной степени отвечает как интересам Китая, китайской дипломатии, так и интересам российской дипломатии. Тут, я думаю, обоюдная заинтересованность. Другое дело, что нынешний формат был для Китая крайне важен, потому что предыдущий форум «Шелково пути», он проходил в апреле 2019 года, прошло уже более четырех лет. Была пандемия, было определенное торможение самой инициативы, реализации инициативы пояса и пути. И в этом плане форум был для Китая важен. Ну, а участие Путина тоже представлялось для Китая, так сказать, очень важным и с имиджевой точки зрения, и со смысловой точки зрения. Поэтому я думаю, что вот регулярные контакты между главами двух государств, они в равной степени отвечают тут интересам как Китая, так и России. И здесь я не вижу каких-то подводных течений. Вы сказали, что Украина упомянута не была. Ну, конечно, Путин об этом говорил. Тем не менее, в своем выступлении Си Цзиньпин упомянул недопустимость односторонних санкций, упомянул то, что не нужны никакие блоковые войны миру. Можно ли сказать, что он так вот публично вступился за Россию, чего очень ждала Москва? Ну, эта часть выступления Си Цзиньпина, она не была оригинальной. Здесь Си Цзиньпин, единственное, можно так сказать, он подтвердил ранее излагавшуюся Китаем позицию. Китай, надо сказать, вот в части недопустимости применения односторонних санкций, вот эта формула, что Китай против блокового противостояния, против идеологизации межгосударственных отношений. Вот эти заявления, они повторяются высшим китайским руководством, в том числе Си Цзиньпином. Они повторяются практически в каждом выступлении. Здесь не было ничего нового. Если о результатах переговоров говорить еще рано, что вообще Россия могла предложить? Такая обширная делегация была, там, и банковский сектор, и энергетический сектор. Ну, Россия, ну, сам состав делегации свидетельствует о тех приоритетах, которые у российской стороны были вот в свете вот этой встречи, ее специфики. Это, прежде всего, ну, политические вопросы, конечно, обсуждались с двумя руководителями. Это, и, кстати говоря, Владимир Владимирович Путин на пресс-конференции тоже сказал, что они подробно обсудили ситуацию, связанную с Украиной, обсудили там положение на украинском треке. Сам состав российской делегации, он свидетельствует о том, что Россия, конечно, заинтересована в дальнейшем продвижении торгово-экономических связей с Китаем. Потому что, если говорить откровенно, то в настоящее время в условиях санкционного давления, которое испытывает Россия со стороны Соединенных Штатов, Европейского Союза, или, как у нас принято говорить, коллективного Запада, Китай, в общем-то, превратился в важнейший источник получения необходимого оборудования, запасных частей и так далее, и так далее. И в этом плане, конечно, Россия заинтересована в продолжении отношений с Китаем. Мы видим, что Китай, ну, так сказать, он как бы активно заменяет, заполняет, вернее, те ниши, которые в России оставили, допустим, компания Западная Европа, компания Европейского Союза, которые либо покинули российский рынок, либо, так сказать, резко уменьшили масштабы своего бизнеса. Естественно, что Китай заполняет эти ниши, и мы в течение этого года наблюдаем очень быстрый рост китайского экспорта в Россию. И даже, вот, будем так говорить, глубокая девалюация рубля, которая прошла летом текущего года, она, хотя и замедлила темпы роста китайского экспорта в Россию, но не повернула их вспять. То есть вот этот интерес сохраняется. И понятно, что в этом плане Россия была крайне заинтересована и продолжает оставаться заинтересованной. Второй момент – это поставки российских товаров, прежде всего, углеводородом. Здесь есть проблемы, есть серьезная проблема с тем, что необходимо сейчас заместить объемы, которые выпали, экспортные объемы российские, которые выпали из-за прекращения поставок или сокращения поставок в Европейский Союз. И здесь, конечно, большой расчет делается на Китай. Поэтому Россия, конечно, стремится максимально быстро финализировать переговоры по силе Сибири-2. И одновременно пытаются нарастить поставки газа по уже существующим, так сказать, маршрутам. Ну, я имею в виду, прежде всего, силу Сибири-1, соглашение о ней было подписано в 2014 году. Россия ставит задачу нарастить в Китай поставки СПГ, жиженного природного газа с Ямала. Россия ставит задачу увеличить поставки газа по газопроводу с Сахалина, который идет на Дальний Восток. Ну, я думаю, что какие-то объемы могут поставляться как бы транзитом через вот газопровод Китай-Средняя Азия, Центральная Азия, потому что там тоже достигнуто соглашение о реверсных поставках российского газа. И я думаю, часть этого газа пойдет в Китай. В этом плане Россия, конечно, заинтересована, потому что Китай сейчас, ну, является, в определенном смысле, палочкой-выручалочкой для российской внешней торговли. Абсолютно. Если говорить о составе российской делегации, государственной российской же медиа, обратили внимание, что в этот раз не было ни главы СВР, ни главы ФСБ, и преподнесли это так, что, ну, вот посмотрите, на какой уровень доверия вышли отношения между Россией и Китаем. Вы знаете, я читал эти пассажи, но, знаете, в силу, может быть, скудости моих умственных средств, я не очень понял, какая связь. Я, в общем-то, разделяю позицию, что, наверное, доверие между двумя сторонами существует, но почему, каким образом там отсутствие, скажем, директора ФСБ или СВР в составе официальной делегации свидетельствует об этом, о безопасности, о доверии. Они что, лично собирались защищать? Я не очень. Я тут, откровенно говоря, не берусь комментировать, хотя подобные пассажи я видел. Владимир Путин еще с вьетнамским лидером встречался. Какие там интересы краткосрочные в России? Ну, с Вьетнамом отношения России были традиционно, а нетрадиционно хорошие. И, кстати говоря, в Вьетнаме до сих пор с благодарностью вспоминают ту помощь, которая была оказана Советским Союзом в годы войны сопротивления с американцами. И надо сказать, что многие вьетнамские руководители, они в той или иной форме либо проходили обучение в Советском Союзе, были связаны с Советским Союзом. Если брать чисто экономическую сторону дела, то у ЕАЭС существует соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом. Вьетнам – быстро развивающееся государство. И Россия, конечно, заинтересована в поддержании с ним добрососедских отношений. Ну, тут о добрососедстве нельзя говорить, потому что в Вьетнам далеко. Но, во всяком случае, в таких дружественных отношениях и заинтересована, конечно, в развитии торгово-экономических отношений, потому что Вьетнам с экономической точки зрения достаточно сильно нарастил свою экономическую силу. Вот Блумберг, кстати, о экономической силе Китая рассуждает. Перед началом форума чуть ли не хранил проект «Шелкового пути». Дескать, экономика Китая очень сильно замедляется после пандемии, и вообще из проекта хочет единственный член G7 – Италия выходить. Вот как вы видите будущее? Ну, вы знаете, вот в последнее время вообще все, что связано с Китаем, оно настолько стало политизированным, что иной раз, по-моему, вот эта политизация, она как бы мешает объективному восприятию реальной действительности. Если говорить об экономике Китая, ну, да, вот результаты, скажем, третьего квартала оказались несколько лучше ожиданий. Но я тут хочу что сказать. Если отвлечься вот сейчас, я могу много тут рассказывать как бы о текущей конъюнктуре китайской экономики, но если говорить о более длительном периоде времени, то, конечно, китайская экономика сталкивается с целым рядом серьезных вызовов. Какого рода этих вызовов? Это и внутренние, и внешние вызовы. Я просто их назову, и все будет понятно. Если брать внутренние вызовы, ну, на мой взгляд, это какие? Это старение населения. Это долгосрочный вызов для Китая. Это быстрое старение населения, соответствующее сокращение притока новых рабочих рук в экономику. Для Китая это очень серьезный вызов. Не спасает отмена ограничений на детей? Ну, понимаете, политика «Один ребенок в семье» была отменена в 2015 году. Она существовала, сейчас отменили и два ребенка в семье. Она существовала и действовала не один год и не одно десятилетие. Поэтому переломить демографическую тенденцию, ну, скажем, там, за год, за два, ну, это задача нереальная. Это просто нереальная задача. Надо посмотреть, как они будут преломляться. Вот пока мы исходим из тех тенденций. Потом уже сформировались определенные психологические установки населения. Есть материальная сторона дела. Вот, поэтому я тут каких-то вот моментальных изменений не жду. Эта тенденция серьезная, она долгосрочная. Это серьезный внешний вызов для Китая. Второй вызов для Китая это, если говорить о внутренних вызовах, это прежде всего слабая база потребления. И если мы говорим вот сейчас о сложностях, которые переживает китайская экономика, мы видим, что основная сложность происходит из-за того, что потребление остается слабым. Прежде всего, потребление домохозяйства. А потребление домохозяйств, оно связано с двумя факторами. Это уровнем доходов и второй уровнем социальной защиты. Пока мы видим, что китайское население продолжает, в общем-то, проявлять склонность к такой сберегательной модели поведения. Об этом свидетельствует резкий рост депозитов в последнее время. Это серьезная проблема для Китая. А с чем это может быть связано? Это связано с неуверенностью людей в завтрашнем дне. Это вот с этим связано. И с недостатком средств. Потому что будем, если называть вещи своими именами, то надо сказать, что вот эти годы пандемии, массовые локдауны, они, конечно, нанесли серьезный удар по китайскому малому и среднему бизнесу. И третий момент, который вот, ну это как бы среднесрочный момент, это вопрос о, ну тут целый ряд вопросов, так скажем, это и сектор недвижимости. Но я бы тут сказал, какой момент. Это очень тревожно для Китая выглядит тот факт, что начали снижаться инвестиции в негосударственных инвесторов. То есть негосударственного капитала, как внутренних, так и внешних. И если эта тенденция, ну сейчас там вроде кажется, там уровень снижения не очень большой, там 0,6% по 9 месяцам. Но, тем не менее, вот эта проблема, она уже существует и в прошлом году она наблюдалась, и в этом году. Это вызывает, это о чем свидетельствует прежде всего? Это свидетельствует о том, что у частного бизнеса нет как бы полной уверенности, приверженности руководству, что она будет продолжать линию на развитие рыночной экономики. Это не я так думаю, не я так сказал. О сомнениях, которые еще не сказал никто иной, как сам председатель Си Цзиньпин еще в декабре прошлого года, и потом вот уже в начале этого года вышла специальная статья Си Цзиньпина, где он об этом тоже писал, что это серьезная проблема. Если брать внешнюю сторону дела, ну тут главный вызов какой? Это попадание Китая из Соединенных Штатов в ловушку фокидидов, если называть вещи своими именными. То есть это борьба между, так сказать, имеющимся доминирующей силой и растущей силой. Вот для Китая, Китая и США все больше и больше попадают в ловушку фокидидов. Кстати говоря, накануне, за несколько дней до форума «Шелково пути» Си Цзиньпин встречался с группой американских сенаторов во главе с Чаком Шумером. И он как раз там ему сказал о том, что, ну он выразил надежду, что Китай и США не попадут. Он сказал так, что ловушку фокидидов можно избежать. Он выразил такую надежду. Это вот эта борьба с Соединенными Штатами, которая имеет, она очень имеет многогранное измерение. Она имеет политическое измерение, она имеет экономическое измерение. В последнее время она все больше приобретает, вот как бы, будем так говорить, научно-техническое, что ли, измерение. Эта борьба, конечно, требует огромной концентрации ресурсов. И это осложняет осуществление тех задач развития, которые Китай перед собой ставит. Коротко, начался ли новый виток, что ли, от этой торговой войны? Потому что Financial Times пишет, что Китай ввел экспортные ограничения на графит в ответ на введенные уже США ограничения на продажу технологий китайской компании. Это как бы обмен ударами. Вообще, китайско-американские отношения, я бы так сказал, сейчас находятся в такой зоне турбулентности постоянной. И поступают как бы противоречивые, противоречивые вот импульсы. Ну, с одной стороны, будем так говорить, и это, кстати, опять-таки, китайская сторона официально озвучила. Но вот благодаря тому, что вот в последние буквально месяцы, ну, возобновился, будем так говорить, по многим направлениям возобновился китайско-американский диалог, мы это видели. И вот как раз тоже, встречаясь с американскими сенаторами, Ван Йи, главный китайский дипломат, он сказал, что есть возможность как бы остановить дальнейшее снижение двухсторонних китайско-американских отношений и добиться их стабилизации. И интересно, что уже вот после начала кризиса на Ближнем Востоке состоялся телефонный разговор между Блинкиным, он звонил Ван Йи, и Ван Йи здесь, они в основном, конечно, обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, но они затронули, ну, по официальной китайской публикации была затронута и тема двусторонних отношений. И здесь Ван Йи заявил, что сторонам удалось стабилизировать, прекратить спад в двусторонних отношениях, и наметилась тенденция к стабилизации, ну, если так совсем по-простому говорить, это Ван Йи не говорил, но как бы обсуждается, что возможность встречи Байдена и Си Диньпина. Это как бы с одной стороны, то есть стороны пытаются как-то стабилизировать свои отношения. В то же время в экономической области мы наблюдаем то, что те ограничения, ограничения прежде всего в области высоких технологий, которые вводят Соединенные Штаты, они становятся все более жесткими, жесткими. Китай, он не может ответить, наверное, адекватно, ну, я имею в виду равными по силе ударами, ну, какими средствами есть его распоряжение, он пытается отвечать. Ну, вот вы сейчас только что привели пример, это последнее буквально на днях вышло ограничение по графиту, до этого они вводили по Галию и Германию, по экспорту Галии и Германия, которые тоже критически важны для высокотехнологичных отраслей, то есть Китай на это отвечает. Ну, и надо понимать, что Соединенные Штаты, вот-вот, они, вернее, уже почти на пороге, они вступают в предвыборный год. Какой будет этот предвыборный год, как там будут развиваться события, ну, я думаю, не только я, но и так трудно уже предсказывать стало, как будут развиваться события внутри самих Соединенных Штатов, но понятно, что китайская тема, она во время выборов будет присутствовать, и стороны будут, как бы, соревноваться, наверное, между собой в определенном смысле в показании жесткости, отстаивания своих там позиций и так далее. Ну, вот вы говорите, что по политическому треку некое потепление есть между Пекином и Вашингтоном, а тут Пентагон отмечает, что Китай наращивает свой ядерный арсенал быстрее, чем ожидали, в общем, США. С этим, как вы думаете, связаны попытки выстраивания плотного диалога? Ну, Китай не публикует данных о своем ядерном потенциале, и те данные, которыми оперируют, это данные оценочные. Китай, возможно, и наращивает свой ядерный потенциал, но надо сказать, что по имеющимся, опять-таки, оценкам, я хочу сказать, что ядерный арсенал Китая, он в разы меньше, чем арсенал Соединенных Штатов Америки и России. И в этом плане я не думаю, что именно эта причина побуждает Соединенные Штаты к поддержанию какого-то диалога. Другой вопрос, что безоглядное наращивание вот этого соперничества с Китаем, конфронтация с Китаем по всем линиям, это тоже, в общем-то, политика довольно опасная. И я думаю, что в самих Соединенных Штатах там внутри, как мне, во всяком случае, это представляется, там нет полного консенсуса относительно того, что делать дальше. Ну, так сказать, кричать «Карфаген должен быть разрушен», там много таких, я думаю, желающих найдется. С другой стороны, в общем-то, есть понимание, что бесконтрольное наращивание вот этого конфронтации с Китаем, оно тоже чревато крайне негативным последствиям. Но здесь надо подождать самой встречи, если она состоится, Байдена и Си День Пина. И я вам так скажу, тут ведь важна, ну, сам факт встречи важен, конечно, сам по себе, но это не решающий фактор. Какие договоренности могут быть достигнут? Пока стороны всего лишь возобновили каналы взаимных контактов, взаимосвязей. Это очень важно для того, чтобы избегнуть, ну, непредсказуемой эскалации. Это важно. Но это не решение, это не устранение тех кардинальных противоречий, которые существуют. У самого Китая, может быть, и меньше ядерный арсенал, но если сложить с российскими, и так вот посмотреть из-за океана на сближение Китая и России, то, наверное, Пентагон должен быть обеспокоен. Я так не думаю. Я думаю, об этом речи не идет. О том, о чем вы говорите, речи не идет. Ведь, ну, будем так говорить, до обострения, крайнего обострения отношений между Россией и странами Запада, тем же Соединенными Штатами, были разговоры о продолжении переговоров о ядерном разоружении. И американцы предлагали, даже где-то настаивали в определенном смысле, на подключении к этим переговорам Китая. Россия в целом, Китай категорически отказывался от этого. И он говорил как? Что мы готовы участвовать в таких переговорах, но при одном условии. Если вот другие участники, а другие участники это кто? Это США и Россия. Вот если они снизят свои ядерные арсеналы до сопоставимых с Китаем уровней, тогда мы будем участвовать. Сейчас нам как бы не о чем участвовать в переговорах. Я не думаю, что в этой части Китай каким-то образом будет рассчитывать на Россию. Ну и потом, понимаете, вот будем так откровенно говорить, это чего, уничтожить человечество 20 раз или 10 раз, что ли? Вот это обсуждать вопрос. Ну, я думаю, это не самая, наверное, актуальная тема. Если возвращаться к форуму «Один пояс, один путь», к второму «Шелковому пути», какая здесь роль Казахстана? Становится ли он в некотором смысле конкурентом России в том, чтобы удовлетворить потребности Пекина? Ну, вы в начале нашей беседы спрашивали, являлся ли там Владимир Владимирович Путин главным гостем. Я вам ответил, что являлся. Так вот, если так ранжировать гостей форума «Парангу», то президент Казахстана Такаев был, ну, значит, вторым гостем форума. Ну, если опять-таки судить по протокольным фотографиям, по протоколу, хотя и здесь надо понимать, что вообще традиционно китайская страна, китайский МИД отдает очень, придает очень большое значение именно протокольным мероприятиям. Такаев выступил на форуме, при том, его выступление... Он действительно говорил о планах сопряжения и участия, вернее, Казахстана в поясе пути. Он говорил о планах открыть новый погранпереходы, новый погран, крупный погранпереход. Он говорил о дальнейшем развитии вот линии транзи... поставок из Казахстана, ведь не имеет выхода к морю, а поставок из Казахстана продукции до китайского порта Ляньонган, что для Казахстана имеет большое значение. И президент Казахстана говорил о важности развития вот так называемого транскаспийского коридора, транскаспийского транспортного пути. И здесь надо отметить, что вот в этой части выступление Такаева совпало с тезисом Си Цзиньпина, который, когда сам Си Цзиньпин выступал на форуме, там, помимо всего прочего, он тоже этот проект упомянул. То есть Китай не против развивать? Нет, Китай не против. Более того, он как бы высказался за то, чтобы этот проект развивать. Другое дело, что стороны как бы не конкретизировали, где этот проект, ну, географию самого проекта, как он должен проходить, через какие страны там и так далее, и так далее. Это не конкретизировалось. Если вы спрашиваете, так сказать, о какой степени представляет для России конкуренцию, да, совершенно очевидно, что Китай, развивая шелковый путь, он вынужден, хочет он там, не хочет. Ну, это объективная реальность, опять-таки, конечно. В связи с санкционной войной, которая сейчас ведется между Европейским Союзом и Россией, возможности России для транзита, я имею в виду с востока на запад, они, конечно, существенно ограничены. И в этом плане Китай, который продолжает оставаться, в общем-то, одним из крупнейших экспортеров своих товаров Европы, Европа там, ну да, у них снизился товарооборот, но тем не менее Европа это важный для Китая экспортный рынок, он заинтересован в том, чтобы были иные альтернативные пути. В этом плане, да. Можно ли сказать, что Казахстан в темпах сближения с Китаем даже преуспел больше, чем Россия, потому что есть новость о том, что с 10 ноября безвизовый режим начнет действовать между Китаем и Казахстаном, а с Россией такого нет? Ну, я бы так сказал, геополитическое положение, международное положение Казахстана и международное положение России в настоящий момент трудно сравнивать. Россия вовлечена в острый конфликт и сама участвует в остром конфликте со странами Запада. Казахстан в этот конфликт не вовлечен. Но Казахстан, естественно, он пытается диверсифицировать свою внешнюю политику, свою внешнеэкономическую политику по всем азимутам, в том числе на китайском направлении. Но мы видели не только китайское направление, были активные контакты с Западной Европой в лице канцлера Шольца, была встреча центрально-азиатской государств с президентом США Байденом. То есть в этом плане, да, Казахстан пытается себя позиционировать, в общем-то, как такую ключевую страну центрально-азиатского континента. Но это как бы сердце, ну, Хартланд, со мной, так сказать, ну, как бы вот сердце вот этого евразийского континента. В этом плане, да. Давайте обсудим, зачем вообще нужно все это, что-то связано с Россией, дружбой с Россией, Китаем. Ну, вот как-то по существу. Может, он имеет какие-то планы, бизнес крупные на территорию Сибири и Дальнего Востока, да, зерно, нефть, вот как-то пройтись по пунктам. Я уже говорил, что Китай втянулся в длительную борьбу с Соединенными Штатами, в длительный период соперничества с Соединенными Штатами. Сами, ну, серьезные китайские эксперты говорят, что вот этот период острого соперничества, другое дело, там, по правилам он будет вестись без правил, это уже второй вопрос. Это не год, не два, это может продлиться и 10 лет, и 20 лет. То есть это длительный, достаточно длительный период времени. Россия пограничная с Китаем страна. Ни с одной страной мира Китай не имеет столь протяженной границы. И в этом плане, конечно, Китай заинтересован в том, чтобы с Россией поддерживать нормальные отношения, чтобы не было так называемой угрозы с севера, о которой так часто говорили в Китае в 60-е годы, в 70-е годы, в начале 80-х годов. С другой стороны, для Китая представляет интерес и экономические отношения с Россией. Прежде всего, это поставки тех же энергоносителей, это доступ к металлам, это возможность развития сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. И мы видим, что товарооборот между двумя странами, он действительно растет очень быстро. И вот я посмотрел данные китайской таможенной статистики. Вот если мы возьмем 9 месяцев текущего года, впервые по объему оборота Россия превзошла Австралию. Ну, я вот как человек, который много лет занимался и занимаюсь вопросами российско-китайской торговли, внешней торговли Китая вообще в принципе, я могу сказать, что еще, так скажем, лет 5 назад это казалось, если не совсем невероятно, то очень труднодостижимым результатом. Поэтому к Китаю нет никакой, так сказать, необходимости порти отношения с Россией. Ну и потом, здесь же есть геополитический расклад. Оттолкнув от себя Россию, а что Китай выиграет? Он приобретет еще одного, так сказать, потенциального противника, что ли? Или отчуждение в отношениях с Россией совершенно не отвечает китайским интересам? Потому что мы видим, что Соединенные Штаты, они пытаются как бы окружить Китай в определенном смысле. У Китая напряженные отношения с Индией, это не секрет. Есть территориальная проблема в районе Южно-Китайского моря, то есть рядом стран-членов Осян, да с тем же Вьетнамом. Поэтому отношения с Россией для Китая крайне ценные. Тем не менее, если говорить про конфликт в Украине, как долго еще будет терпение у Пекина, что ли? То есть если ему так важны отношения с Россией, отталкивать он не будет для России. Украинский конфликт сейчас это ключевая тема. Как долго Китай будет сохранять этот нейтралитет, что ли? Такую тихую поддержку, потому что каких-то явно мирных инициатив, призывов к прекращению огня мы от Пекина не слышим. Ну, если говорить о китайском мирном плане, который Китай выдвигал по Украине, ну, здесь надо сказать, что китайский мирный план, он тоже, в общем-то, там есть такие моменты, которые, видимо, Россию не очень устраивают. Ну, достаточно сказать, что первый пункт этого плана, что территориальная целостность всех государств должна соблюдаться. Это можно как бы трактовать в той части, что Китай выступает за неизменность границ Украины. Здесь нельзя сказать, что вот позиции Китая и России, они полностью совпадают. Но я бы так сказал, ожидать каких-то кардинальных изменений в позиции Китая в отношении украинского кризиса, мне кажется, нет оснований. Китай, он будет продолжать вот занимать ту позицию, которую он сейчас и сейчас и занимает. Потому что, ну, какая альтернатива? Тут даже если цинично говорить, ну, какая тут может быть альтернатива? Ну, пойти на соединение с Западом, а что Китай получит взамен? А ничего. Вот. Поэтому я тут каких-то изменений в позиции Китая не жду. В то же время есть определенные красные линии, которые Китай четко обозначил. Это, прежде всего, применение ядерного оружия, угроза его применения. Об этом мы можем с уверенностью говорить, что это красные линии. Китай обозначил эту позицию. И я думаю, что Китай... Нельзя сказать, что, наверное, позиции Китая и России по Украине совпадают там стопроцентно. Но каких-то кардинальных подвижек в китайской позиции я пока не вижу. Да и надо, если честно, признать, что и сами страны Запада сделали все для того, чтобы таких подвижек не произошло. Сферы влияния, Москва и Пекин, как-то пытаются делить? И вообще актуальное сейчас такое понятие? Не знаю, может, Африку взять как пример? Ну, я думаю, делить Африку они не пытаются. В силу того, что... Я уже вот в одной из передач у вас здесь участвовал, я приводил слова Владимира Ильича Ленина. Из его книги «Империализм как высшая стадия капитализма». Мир делится по силе, писал Владимир Ильич Ленин. То есть по капиталу. Так вот, в этом аспекте, ну, будем называть вещи своими именами, соотношение сил между Китаем и Россией, в том числе на африканском континенте, оно несопоставимо. Влияние Китая гораздо сильнее, чем влияние экономическое, прежде всего. Влияние Китая, оно гораздо сильнее в Африке, чем влияние России. Для обывателя, наверное, это удивительно звучит, на самом деле. Потому что казалось, что Россия, еще как правоприемница СССР, имеет большое влияние на Африку, там потом и ЧВК, а оказывается, что все-таки экономически там Китай больше присутствует. Ну, ЧВК, да. Ну, вы знаете, я вам так скажу, если уже говорить с точки зрения обывателя, да и не только обывателя, так скажем, лет 15 назад, то, что Китай обгонит Россию по душевому показателю ВВП, это казалось вообще нереальным, не только там обывателям, это казалось нереальным даже экспертам. Тем не менее, сейчас мы видим, что это произошло. Конфликт на Ближнем Востоке, война Израиля и Хамаса. Какой здесь взгляд у Пекина? Все сразу, как только эта война разгорелась, с новой силой вспомнили про Тайвань. Вот посмотрите, следующая будет, следующая точка напряжения. Ну, тут это... Значит, Тайвань это как бы отдельно. Я тут, честно говоря, не знаю, как это связывать Тайвань и то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке. Что касается позиции Китая, ну, она была ожидаема, в общем-то. Китай, конечно, оказался в достаточно тоже сложном положении после начала этого конфликта, потому что, с одной стороны... И вот в чем эта сложность? Эта сложность заключалась в том, что вот эта логика политического соперничества с Соединенными Штатами, она диктует, она диктует, ну, как бы, занятие, будем так говорить, прямо позиции антиамериканской. Ну, это сама логика подталкивает к этому. Ну, здесь Китай поначалу вообще как-то воздержался от осуждения Хамас, но потом китайское руководство несколько скорректировало официальные оценки, и они написали там, ну, я так дословно затрудняюсь, конечно, процитировать так с листа, но смысл заключается в том, что Китай выступает против ударов по мирному населению, по беззащитному населению, вот это они, так сказать, транслировали. А в принципе, Китай, как бы, повторил момент, ну, он как, он занял позицию, что здесь эта позиция близка или даже, может быть, совпадает с российской позицией, он сделал ставку на арабский мир, заявив, что он поддерживает решение вот этого вопроса путем создания палестинского государства. Здесь Китай, как бы, ничего нового он не сказал, он вернулся к своей, так сказать, позиции, которую он раньше озвучивал. Я сказал, что есть определенная специфика. Специфика заключается в том, что у Китая неплохие отношения с Израилем. И вот здесь, конечно, китайская дипломатия, она старается, ну, будем так говорить, пройти между струйками. Это сложно будет очень сделать, потому что с одной стороны, у Китая тесные отношения достаточно с Ираном. Китай, конечно, делает ставку и на Саудовскую Аравию, и делает ставку вообще на арабский мир. И, с другой стороны, терять связи с Израилем тоже не хочется. Вот здесь китайская позиция, она в общем-то такая достаточная. Они пока вот в основном призывают к чему? К прекращению огня, к открытию гуманитарных коридоров, там, и так далее. К политическому решению данного вопроса. Может ли много обсуждается тема, может ли Китай выступить в роли посредника? Тем более, ну, определенный опыт у него имеется, имеет, прежде всего, в части урегулирования конфликта, который был между Саудовской Аравией и Ираном. Но, я думаю, что Китай в качестве главного посредника в этом конфликте вряд ли выступит. если будут какие-то международные усилия, то Китай сыграет свою роль. И надо сказать, что Соединенные Штаты это тоже учитывают. Я вот уже говорил о встрече, вернее, о телефонном разговоре между Блинкином и Иван Йи. И, собственно говоря, Блинкин звонил ему с Ближнего Востока, он как раз находился там. И я так понимаю, что Соединенные Штаты, конечно, пытаются использовать, ну, во всяком случае, как-то побудить Китай воздействовать на Иран, скажем, в сторону большей сдержанности в отношении этого конфликта. Вот примерно пока так. Но здесь надо прямо сказать, что позиции России и Китая в этом плане, они оказались, в общем-то, фактически тождественными. И этот конфликт, еще есть момент для Китая, это то, что страны Запада, ну, достаточно консолидированную высказали позицию в поддержку Израиля. А все-таки одной из целей китайской дипломатии является добиться, как они говорят, стратегической независимости и самостоятельности Европы. А здесь Европа пошла вместе с Соединенными Штатами. Для Китая это не очень. Для китайской дипломатии это объективная тоже реальность, но это не есть хорошо. Мы движемся к завершению. Хочется закончить все-таки на мирной теме, закольцевать отношения России и Китая. Вот после начала украинского конфликта Турция стала важным хабом, экономическим, транспортным хабом из центра России в Европу, просто хотя бы из территориального расположения. Мог бы теоретически Китай стать важным хабом для второй части России, восточной, потому что такими воротами в остальной мир для россиян, которые живут за Уралом, не имея прямых рейсов за границу, допустим, потому что после того, как Китай открылся и начали выдавать визы весной, там не было свободных мест в посольствах. Я, признаться, не очень понял ваш вопрос, в каком смысле воротами он может стать? Как Турция? А, летать через Китай, что ли? Ну, в принципе, да, можно. Тут сам Китай сейчас как бы занят проблемой восстановления зарубежного туризма. Вот, ну, вы знаете, наверное, что там 1 октября отмечался национальный праздник Китая, день образования Китайской Народной Республики. Он в этом году примерно по датам там совпал с традиционным праздником середины осени. Были длинные выходные, 8 дней. И вот и китайская пресса, и международная пресса отмечали такое, ну, что уровень внутреннего туризма в Китае превысил показатели доковидного 19-го года и так далее, и так далее. Но это все правильно. Но в то же время вот пока Китаю не удается восстановить уровень въездного туризма, а это тоже большой доход для страны. В принципе, притом там значительное падение по сравнению с уровнем, скажем, 19-го года. Китай, вот даже было специальное постановление там правительства на этот счет о том, чтобы принять меры для того, чтобы развивать внутренний туризм и так далее. Ну, в определенном смысле Китай может стать воротом. Если летать китайскими авиакомпаниями, почему бы и нет? То есть, он может стать определенным, так сказать, определенными воротами для России. Что касается безвизового въезда, ну, это вопросы не ко мне, это вопросы к МИДам двух стран, потому что эти вопросы относятся к их компетенции, и тут они должны сами принять решение, будут ли они вводить безвизовый режим, не будут ли они вводить безвизовый режим. Тем не менее, пока из моих наблюдений вижу, что количество рейсов Москва-Пекин, по крайней мере, оно растет. Большое спасибо, Сергей. Понимаете, с рейсами, тут же тоже надо понимать, есть экономическая часть. Конечно. Что увеличивать рейсы? Рейсы-то можно увеличить. Вопрос заключается в том, что нужно еще загрузку этих рейсов. А я что, пустыми самолетами гонять, что ли? Потом не надо забывать, что раньше туристический поток до ковидной эпохи. Многие китайцы ездили как? Они, ну, разные были там туристические маршруты, в том числе через Россию, дальше они ехали в Европу. Сейчас это закрылось. Но кучки китайских туристов на экскурсиях по Москве, они снова появились. Ну, они появились, да, они появились, они будут, я думаю, их количество будет увеличиваться, они сейчас и в Японии появились. Вот, внешний поток восстанавливается постепенно. Большое спасибо, Сергей Цыплаков, китаист, кандидат экономических наук и профессор Высшей школы экономики, был гостем программы «Что это было?». Меня же зовут Михаил Шептун, смотрите RTVI, увидимся в эфире, всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова